В конце прошлого года представители бизнес-сообщества договорились с руководителем республики о ежеквартальных встречах. Две первых прошли с небольшим числом участников, на этот раз диалог получился более масштабным. Полсотни предпринимателей из Саранска и районов республики готовы рассказать, что тормозит развитие их дела. Формат тот же самый, максимально открытый. Я единственное прошу, чтобы вопросы были подготовлены. Что такое подготовленные вопросы? И когда идеи, прошу выслушать. Можно зацепиться, можно ее реализовать. А в части подготовки действительно надо какой-то определенный путь пройти, разобраться, юридически разобраться. Вопросы участников встречи затрагивали различные сферы. Предприниматели просили создать цифровой сервис подачи и обработки заявок на получение грантовой поддержки «Агростартап». Также среди предложений – организация Центра поддержки импорта. И с этим вопросом обещали помочь. Давайте мы ваше предложение сейчас возьмем в проработку и совместно разработаем полезный продукт, который был бы всем полезен. Руководитель Центра «Мой бизнеса» как раз Елена Николаевна Калачевна здесь тоже сегодня присутствует. И я думаю, мы с следующего года начнем активно эти инструменты филендрировать. Рассказали предприниматели и о том, что не всегда находят общий язык с местной администрацией, а порой вместо решения вопроса сталкиваются с новыми проблемами. Руководитель конного клуба уже несколько лет не может расширить свое дело. Животным нужен простор и земли вроде бы есть, но взять в аренду их проблематично. Руководитель региона взял вопрос под личный контроль. Есть проблемы и с арендой помещений, вернее, высокими ценами. У нас именно бизнес, группа компаний, мои родители и я занимаемся общим делом. Они производят, мы продаем. Проблема заключается в том, что мы ищем арендные места, чтобы расширять свою сеть магазинов. И, к сожалению, не конкурентно способны в связи с тем, что цены очень высокие аренды, а продукт не такой маржинальный, чтобы ее покрывать. Также на встрече звучало предложение закрепить сотрудников налоговой инспекции за определенным предприятием. А еще создать центр, где более опытные представители бизнеса занимались бы наставничеством и помогали начинающим предпринимателям. Кроме того, предложили возобновить работу Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Республики Мордовия. Во время конструктивного диалога удалось прийти к компромиссу или решению проблем все вопросы и идеи взяты на карандаш. Предприниматели подчеркнули, такой вариант взаимодействия поможет существенно развивать сферу бизнеса. Конечно, когда руководители понимают, что такое бизнес и понимают, что такое инвестиционный климат, работать гораздо проще и эффективнее. Он понимает, что при принятии его решения он будет его контролировать. То есть это действенные и эффективные встречи. На самом деле бизнес тоже раскрывается. Он не привык к такому формату, такого раньше не было. Сегодня такие встречи, они станут постоянными. Нужны эти встречи для того, чтобы бизнес рассказывал о своих проблемах, потому что, как правило, бизнес в себе решает, пытается сам решать свои проблемы. А здесь мы даем возможность вынести свою проблему наверх и попытаться ее вместе решить. Была открытая встреча, то есть были и проблемы. Не было такого, что у нас все хорошо, у бизнеса проблем нет. Были высказаны конкретные проблемы, конкретных предпринимателей, не только из Саранска, а из других районов республики. И были получены конкретные решения по этим проблемам. Я считаю, что такие встречи очень нужны. И эта встреча показала, что этот формат действительно работает, он действительно приносит пользу. Ольга Данилова, Евгений Фрокин, Народные новости.